здравствуй товарищи с вами сет и мы продолжаем играть фаренгейт вернее проходить его прошлый раз мы играли за лукаса а его имя барни вы хотите поговорить с янусом так он во втором коридоре направо когда закончите а ну отлично свет отключили это уже шестой раз сзади впрочем в такие холода это неудивительно да хорошо что у госпиталя есть свой резервный генератор помните камера януса во втором коридоре справа один из моих коллег ждет вас там чтобы открыть дверь но я за вами присмотрю с вами ничего не случится спасибо барни значит чем я немножко запамятовал мы пришли в психушку на самом деле я не знала что я тут собираюсь найти убийцей был кейн в этом не было сомнения и все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве кирстена здравствуйте я подожду вас здесь хорошо спасибо так собственно какая-то у них странная психушка блин как будто тут каких-то маньяков хотя судя по тому как он заковано на самом деле маньяк о это улыбка нехорошая сейчас будет нехорошие значит это убийца которого поймали здравствуйте я следователь карла валентия из полиции нью-йорка я бы хотела задать вам несколько вопросов если вы не против разумеется так картина я вижу вы любите рисовать довольно мило но что это такое зачем вы взяли на себя труд меня довести следователь валентий я знаете ли сошел с ума все что я скажу не имеет смысла разве не так возможно я найду в этом смысл блин расскажите у них на самом деле так с психами обращаются зашел и так и держат в прачечной она полновата латиноамериканка а он у него в глаз воткнут откуда вы знаете и я был я вижу его глазами я присутствовал при всех убийствах я был там кто убийца никто не знает его никто не видит он не оставляет следа в людской памяти но я знаю я то знаю что он есть он среди нас незримый он повсюду почему почему он убивает людей он хочет увидеть другой мир он ищет маленькую девочку он уже очень давно ждет она нужна ему и он сделает все чтобы ее заполучить какой нехороший были и другие подобные убийства убийства не прекратятся пока они не найдут девочку зачем зачем убивать оранжевый клан тайна всеми управлять раньше вы клан течет твои друзья смертельных рубашках постоянно они записывают то что ты говоришь они знают что ты делаешь каждую секунду они повсюду как это связано с убийствами они хотят безграничной власти они хотят ответа на вопрос жизни они хотят жить вечно но как у тебя челюсть затеркала спасибо вам за помощь уже слишком поздно мы все умрем от холода это будет конец человечества да конец человечества но учитывая что вы называете холодом думаю сибиряки выживут наверняка есть какая-нибудь секретка у него стены камеры покрывают сотни нарисованных спиралей почему он так одержим этим символом а на руках у тебя есть есть смейка ну он бы хоть сказал что-нибудь хотите знать что означают мои рисунки ответы на все вопросы начало концерт альфа и омега все закончится здесь где здесь в камере а ты чё блин секун боишься его что ли все идет по плану я отведу тебя к чёрт похоже сейчас это серьезно похоже наш запасной электрогенератор не включился ничего пройдет иногда мы ждем пару минут подождем пока здесь что это за шум о чёрт двери камера все камеры открылись наверное перебой с электричеством повредили автоматическую закрывание двери очень реалистичная система вы хотите сказать что пациенты могут выйти из камер и ничего не двигайтесь не шумите мы же не хотим чтобы они нас тут нашли ну это уже просто стойте спокойно мы подождем пока дадут свет успокойтесь подойдите подойдите ко мне санитар они его поймали нужно уходить отсюда иначе они меня найдут если не успокоишь то упаду в обморок и тогда они меня точно найдут блин нужно отсюда пока вот это самое криповое место которое я встречал в игре ни хрена не видно блин я не могу управлять я не могу управлять он приближается он уже так близко за маяка не двигайся не дыши он уходит можно идти дальше блин ху ты блин мне какую-то пасть это напомнила она на боксерском ринге выносит обученного негра который умеет драться в отличие от этих шизофреников он уходит можно идти дальше охренеть может он безобидный подумай что он весь в татуировках он просто пузо чешет он похоже безобидный тут нельзя поворачивать блин я хочу уйти отсюда тут можно поворачивать блин нам надо было повернуть фу ты мне все время зубы напоминает этот замок блин вот я очку это он прямо там а почему он нас не видит мы же его видим можно идти дальше можно идти дальше пути ёпта похоже мне сюда да твою мать так все и закончилось я не смогла справиться со своим страхом и в результате меня убили я так и не выяснил что произошло в той эстэнской забегаловке холодной январской ночью странно но моя последняя мысль была о лукасе кейне да уж ну они бы хоть показали куда бежать надо я надеюсь не заново блин как она при свете то их не смогла замочить но это в натуре как-то странно они показывают как она тут чудеса караты или кикбоксинга показывает с негром на ринге но при этом не сможет пару этих умалишованных в это можно идти дальше вынести он прямо там о блин это что одни близнецы что ли видно трудно у них было детство что они все с ума сошли он уходит можно идти дальше так значит здесь свет включается ну тут по крайней мере не как в хэви рейне если персонаж умирает то а вон этот интересно сара коннор тоже в этой больничке не знаю что случилось автоматическая система открыла двери всех камер вы не ранены с вами точно все в порядке отлично барни отлично обожаю играть в прятки в темноте с кучкой убийц психопатов на нормальность все кончилось счет нервничаешь подумаешь тебя убили один раз минус 20 по цельсию мусей этот ученый из телепрограммы был моей последней надеждой не знаю как племя майя связаны с тем что со мной случилось но тогда я был готов выслушать любое объяснение которое придало бы хоть какой-то смысл тому кошмару в который превратилась моя жизнь здравствуйте я журналист у меня встреча с профессором курякиным профессор вас ждет куряки так наверняка тут есть секреты нет нет круглый алтарь возможно использовавшийся для жертвоприношений темные века а вон секретка зачем они нужны они бонусы открывают но это на игру никак не влияет здорово бро профессор курякин меня зовут джон каннинген вот мы разговаривали по телефону я журналист собираю информацию для статьи религии майя а я вас ждал молодой человек напомните для какого издания вы пишете 씨 низ Melissa Твою мать. Какой-то полуосяд. Вы можете рассказать мне о Квечнитлане? Конечно. Пойдемте, я покажу. Чувак, это противозаконно вообще людей убивать. Так что давай ты мне просто расскажешь о нем. Вы видите перед собой древнего бога Майя Квечнитлана? Да, двухголового змея. Одна голова сможет в этот мир, другая в другой. Оракулы Майя открывали обе его пасти и могли видеть через змея другой мир. Двухголовый змея, головы, смотрят друг на друга. Я вырезал его на своих запястьях. Да, причем на обоих. Вы не объясните, что это за другой мир. То есть у тебя получил четыре головы, получается. Мир за крайне нашего, царство богов и мертвых. Мы верили, что человеческие жертвоприношения позволяют слышать голоса умерших и предвидеть будущее. Да ну фигня, будущее никто не может. Что конкретно нам известно об этих оракулах? О, совсем немного. Они очень таинственные. Это мистические посредники, которые позволяют человеку связываться со сверхъестественными силами. Если верить текстам Майя, оракулы обладали тайной силой. Управляют другими людьми, например. Он вроде ничего не говорил про жертвоприношения. О, какой вкусный кусок глины. На рисунке, который датируется первым веком до нашей эры, изображен обряд жертвоприношения. Огонь и жертвы должна была быть долгой. Главное держать пасти змеи открытыми как можно дольше. По очень долгой мучительной смерти. Ударяли ножом три раза. Каждый удар перерезал одну из легочных артерий, ведущих прямо к сердцу. Интересно, это правда? Жертву убивает миоракул? То есть на самом деле, в истории ни в коем случае не было такого фигня. Осквернять себя чужой кровью. Поэтому он выбирает посредника. Совершенно случайно обычного человека. Этот человек становится палачом. Оракул полностью контролирует палача, управляя им на расстоянии. Так, ну ладно, ничего нового мы не узнали. Что происходит с палачом после обряда? После выполнения обряда жертвоприношения, он сходит с ума и убивает себя. Жертвоприношение Майя? Вот что это. Ну я ж не убился. А че с теми, кто выживает? Вы не журналист, так? Кто же вы? Меня зовут Лукас Кейн. Полиция ищет меня по обвинению в убийстве, которого я не совершал, но я был палачом. Вы убийца? Да. Я не виновен. Я три раза ударил незнакомого человека, перерезал ему артерии. Все точно так же, как вы описывали. Не хотите же вы сказать, что в наше время все еще живет Аракул Майя? Это совершенно невозможно. Я же сам сказал, что они по сто с лишним лет живут. Вы видели этот символ раньше? Это символ Квеч Нетлана. Палачи вырезали его себе на запястьях, прежде чем совершить жертвоприношение. Значит, это правда. Боже мой. В кодексе написано правда. Что за кодекс? Кодекс? О чем вы, профессор? Вам нельзя здесь оставаться. В газете, которую читает охранник, есть ваша фотография. Он вас точно узнает. Давайте пойдем отсюда, я вам все расскажу. Ну окей. Что дверь-то закрыл? Спасибо за помощь, профессор. Опаньки. Так, похоже, профессор не здоров Ненавижу. Ненавижу. Бедная моя клава. Неудача. Да еб ты мы. Говоришь, что ненавижу. вот я толплю долблю на всю блин к пашечку дать не ли мы скоро они как все кончатся отлично блин они сильно ли много надо нажимать приготовьтесь да я тут и не прекращал блин по моему сейчас профессором профессор в кодексе говорится о приходе ребенка пророка ответа на все вопросы так это пророк чтобы найти индиго прописи на смысле пророчества индиго а индиго это типа дети индиго и все такое ребенок индиго да ну чтож неизвестно где мы узнаем это только в следующем летсплее если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал комментируйте делать еще что-нибудь если хотите с вами был сет до свидания то есть и и и и и и и и